Как можно использовать фитализаты в более расширенном варианте? Тем и по-разному они действуют, но всегда можно найти еще большее применение этих фитализатов. И, соответственно, я вам расскажу способ нахождения этих применений с позиции традиционной китайской медицины. В китайской медицине последним трендом является использование комплексных препаратов. То есть идет активное, так скажем, использование последних достижений, как западной, так и восточной медицины и их соединения. И в Китае тоже активно стали использовать пробиотики, иммунобиотики, всю вот эту линейку. И, соответственно, уже даже определили по системе УСИН, что все, что связано с нормальной микрофлорой кишечника, относится к элементу земля. И, зная состав каждого вот такого комплексного препарата и разобрав его, мы можем найти дополнительные точки применения. Потому что эти точки, они на самом деле всегда существуют. Ну, например, чтобы вы так имели представление. То есть, если взять такой известный препарат, как валерьяна, то прямое применение, общеизвестное, это успокоительное. Но также валерьяна, например, обладает действием на суставы при местном применении. И иногда это может быть, так скажем, источником выбора. И чем больше у нас выбор, тем лучше наше здоровье, и тем мы можем более эффективно помогать людям. И в китайской медицине, по возможности, используется следующий подход. Сначала питаем, потом лечим. То есть, любое воздействие, оно связано с внесением энергии. И именно эта энергия позволяет приводить какие-то изменения в нашем организме. И основной источник энергии идет через нашу пищеварительную систему. И поэтому большинство точек в начале воздействия на канально-меридиональную систему так либо иначе связано с пищеварительной системой. Плюс препараты, если мы даем подпитывающие соответствующие каналы или влияющие на соответствующие органы, это тоже помогает нам в лечении. И как мы это можем реализовать данный подход с позиции наших фитолизатов? Понятно, у нас есть такой замечательный фитолизат, называется он гастро. Вы видите перед собой его состав. И этот состав был проанализирован с помощью алгоритмов китайской медицины. Что является главным в этом алгоритме? Первый параметр – это тепловое воздействие. Что такое тепловое воздействие, ну так скажем, на пальцах для неспециалистов? Можно сказать, любое вещество может быть в разном функциональном состоянии. И некоторые вещества, они имеют тропность к определенному функциональному состоянию. Простой пример. Возьмем воду. Если вы коснетесь воды комнатной температуры, у вас будет одни ощущения. Если вы коснетесь той же воды повышенной температуры, ну как бы температуры вашего тела, будут другие ощущения. Если вы коснетесь кипятка, будут третьи ощущения. То же самое по охлаждению. И таким образом, каждое вещество, важно знать не только структуру, химическую формулу, то есть то, чем занимается в основном западная медицина, но и вот это функциональное начало. Оно выражено как раз в варианте теплового воздействия. И фитолизат гастро имеет превалирующее горячее воздействие. Ну, точнее, в терминах традиционной китайской медицины это теплое воздействие. По формуле пяти элементов мы видим представительство больше элемента огня. Также представлены элемент дерева, почва и металла. То есть, смотрите, что получается. Для воздействия на пищеварительную систему она относится к элементу почва. У нас есть питающий элемент, элемент огня, это правило мать-сын, но не всегда надо только питать, накачивать энергию. Энергия должна двигаться, и подавляющее большинство современных заболеваний, они связаны с застоем энергии. То есть, какой-то орган либо за счет собственной энергии перекачан, либо за счет, так скажем, материнской поддержки предыдущего элемента перекачан. И нет оттока. И вот как раз наличие выраженных компонентов по элементу металла позволяет создать это течение энергии. Плюс большинство заболеваний, вообще всех заболеваний, они имеют холодную природу. И чтобы накачивать энергию, давать ее для воздействия на наше тело и получения результата, нам нужна именно теплая энергия. Соответственно, мы видим это в пятерочке по тепловому воздействию. Также важны меридианы, через которые это происходит. Но это, может быть, информация больше интересна для рефлексотерапевтов. Но все же, смотрите, внизу буковками написаны аббревиатуры китайских меридианов. Самые главные, первые три встречаются наиболее часто. То есть вот эти компоненты, которые входят в фитализат, гастро, они активируют в первую очередь меридиан желудка, печени, селезенки, под селезенкой. Китайцы понимают не только те функции, которые связаны с кроветворением, но и также европейскую поджелудочную железу. То есть вот эти три органы, три функциональных системы непосредственно связаны с питанием. Плюс еще меридианы легких толстой кишки, почек, тонкой кишки, сердца и мочевого пузыря. И это является не излишними меридианами, а очень важной особенностью и говорящей о том, что, ну, понятное дело, как бы этот анализ не был, ну, его не учитывали при создании данного фитализата. Но он получился очень гармоничный и с позиции китайской медицины, потому что любой энергетический препарат, он тем сильнее действует и тем стабильнее действует, когда он расположен как бы на нескольких уровнях. На Востоке говорят, что любое состояние, в том числе заболевание, это как дерево. У него есть корни, в основном они связаны с прежденебесной и посленебесным источником энергии. Это каналы почек и селезенки, это ствол проблемы и, так скажем, крона проблемы. И в основном то, что мы видим симптомы, это крона, это вершина айсберга. То, что мы понимаем патогенез, говоря западным языком, это ствол проблемы. И в основном идет воздействие на крону и на ствол. Но если мы не учитываем корни, а они заложены в конституции человека, в определенных биоритмологических моментах жизни человека и возникновения заболевания, то из этих корешков в будущем снова начинают расти проблемы. И фитолизат гастро воздействует на все эти моменты, на всех трех уровнях. В этом отношении он получился достаточно хорошим. И чтобы целенаправленно активировать воздействие поэтапно на крону, на дерево, на ствол, на корни, мы можем применить принцип инь-ян. Более точнее его, конечно, назвать принцип наружное-внутреннее. То есть, когда у нас воздействие на одну и ту же систему сочетается, как наружное воздействие, так и внутреннее воздействие, эффект – это не просто слагаемое двух методов, это умножение этих двух методов. И, соответственно, фитолизаты – это внутреннее применение. Что можем предложить для наружного применения? Это, конечно, работа с точками. И через биологические активные точки можно активировать, зная вот эту энергетическую формулу препарата, которую я вам уже показал, соответствующие точки. Понятное дело, не все владеют иглоукалыванием, но есть достаточно большой арсенал физиопунктуры. Есть, я в данном случае использую КВЧ-терапию и лазеротерапию. И эти приборы доступны для бытового использования. И такой комплекс позволяет осуществить вот этот принцип наружного и внутреннего. Более подробно я разбираю все фитолизаты, основную часть на занятиях в программе «Ведобиотика». Кому интересно узнать про формулу, узнать, как работать, как работать с точками, пожалуйста, обращайтесь к организаторам конференции. Вам информацию о уже вебинарах, которые прошли, передадут. И, соответственно, будут еще в дальнейшем последующие вебинары. И на какие точки воздействовать. В первую очередь я рекомендую использовать метод шумотерапии. Перед вами на слайде точки ШУ, которые управляют всеми каналами и находятся они паравертебрально. И давайте разберем, через какие точки вы можете активировать работу фитолизатора гастро и усилить его воздействие, сделать более целенаправленно. И для этого нам подходят две точки. 20-я и 21-я на канале мочевого пузыря. 20-я называется ПИШУ, переводится как точка управления каналом селезенки. И 21-я ВЭЙШУ, точка управления каналом желудка. 20-я точка находится паравертебрально на уровне 11-го грудного позвонка, 21-я на уровне 12-го грудного позвонка. То есть, воздействовать можете даже без аппаратов, достаточно просто. Заводите руки за спину, находите край реберной дуги, то есть, ребер у нас, я думаю, все знают, что 12. Руки сжимаете в кулачки и вот этими суставчиками, паравертебрально вдоль позвоночника проминаете последние два промежутка между реберами. Это самое простое воздействие. Можно его делать непосредственно перед приемом фитолизата и в течение пяти минут после. Так как у нас есть ШУ и МО-точки, то есть, ШУ-точки находятся на спине, а МО-точки, которые также управляют данными каналами, они находятся на передней поверхности туловища. Сейчас я их покажу. И в целом, так скажем, более продвинутая методика уже для специалистов. Первый вариант. Просто мы активируем нужный элемент, то есть, берем ШУ и МО-точки. МО-точка канала желудка – это 12-е по передне-срединному меридиану, МО-точка канала селезенки – это 13-е по каналу печени. И, соответственно, можно пойти дальше, если вы разбираетесь в симптомах и понимаете, вам надо активировать, либо уменьшить энергию в каналах, как говорится, сделать тонизацию, либо седацию, сделать БУ или СЕ канала. Ну, в зависимости от той школы, в которой вы работаете с точками, могут быть разные интерпретации. То вспоминаем о точках пяти элементах. И, соответственно, если вы не разбираетесь, что надо сделать с каналом, добавлять или убавлять, используйте точку элемент в элементе. Для желудка это 36-я точка, видите, подпись ЭВЭ. Для селезенки это третья точка, это уже точки на соответствующих каналах. Ну, и, видите, седативные и тонизирующие точки. Ну, это для, так скажем, более продвинутых специалистов информации. Для людей, которые не так глубоко погружены в работу с точками, как мы усиливаем МО-точками. ШУ и МО-точка – это как пара инь-ян. Инь всегда должно сочетаться с ян. И когда оно сочетается, опять же, образуется взаимодействие наружное и внутреннее, взаимодействие инь-ян. И МО-точка канала желудка находится на середине расстояния между пупком и основанием мечевидного отростка. Главная ошибка, что многие находят конец мечевидного отростка и от него отчитывают. То есть, найдите основание мечевидного отростка. МО-точка. Даже если чуть промажете, ну, так скажем, обычно, когда есть проблема с этим внутренним органом, это уже не маленькая точечка, 1-2 мм, а достаточно большая зона, может быть, 1,5-2 см в диаметре. На нее воздействуем легким массажем. Ф-13 у нас находится вот таким образом, видите. И оптимальное воздействие – это посредством КВЧ и лазеротерапии. В каких случаях лучше использовать КВЧ-терапию, вы видите на слайде. Лазеротерапию лучше использовать, когда есть какие-то сосудистые проявления. Но не обязательно выбирать или то, или другое. Можно использовать все вместе, но по очереди. И в этом отношении, если вы воздействуете на точку и лазером, и КВЧ, то сначала используем лазер, потом используем КВЧ. Еще раз повторюсь, кому интересно более глубоко познакомиться с этой работой, обращайтесь к организаторам. На этом у меня все. И зная энергетическую формулу, мы можем оказывать дополнительное воздействие. Благодарю организаторов за возможность выступить. И всем хорошего дня.